Всем привет! Геометрия прекрасна у нас тем, что нет в ней каких-то банальных схематических, ну то есть как бы алгоритмических решений. Когда тебе учитель дал алгоритм, как в алгебре, ты по этому алгоритму пошел в задачник весь перерешивать. Такого в геометрии, к счастью, не бывает. Геометрия как раз та наука, которая развивает логику, развивает способность мыслить. Поэтому, кстати, многие в школе и не любят геометрию, не переваривают, вспоминают о ней как о чем-то самом черном, 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 что было в школе. Из предметов, конечно. Ну, тем не менее, как я сказал, геометрические задачки, они самые клевые. И вот одна из них. Найти площадь красного четырехугольника. Задачка не для слабаков, но она решается довольно легко. Ставим на паузу, конечно, я всегда об этом предупреждаю, потому что я сейчас начну рассказывать решение, да, и вы можете не успеть подумать своей головой. Так что, предупреждаю, ставим на паузу, потому что я начинаю. Обозначим, к примеру, вот эти вот, скажем, маленькие стороны вот этого квадрата, стороной 4, буквами х и у. То есть вот это вот у нас икс, а вот это вот у нас икс. Так? Просто обозначим, чтобы нам было удобнее. И давайте посмотрим на треугольники, которые у нас образовались. Вот у нас треугольничек. Давайте я его обведу голубеньким. Вот так, да? И вот у нас треугольничек. Давайте я его обведу фиолетовым. Понятно, что эти треугольники подобны у нас, да? В общем, вот эти углы равны как вертикальные. Ну, я даже не буду объяснять, тут же не первоклассники собрались, я думаю. В общем, эти треугольники подобны, и значит, мы можем записать соотношение, что у нас х к 4, то есть х, вот эта сторона к вот этой стороне, относится точно так же, как вот эта сторона к вот этой стороне. Относится как, а вот эта сторона у нас чему равна? Правильно, 4 минус х к 2, да? 2, почему, кстати, тут 2? Потому что вот это квадрат, да, и вся вот эта сторона 6, а это 4. 6 минус 4 равна 2. Так, какие выводы мы можем сделать из этого соотношения? Ну, во-первых, мы можем сказать, что, ну, решить вот это вот по пропорции, сказать, что у нас 2х это 16 минус 4х, ну и, следовательно, отсюда отыскать, что х у нас равняется 16 шестых, или, что еще лучше, 8 третьих. Так, ну и отсюда уже, зная х, да, а треугольник-то у нас прямоугольный, мы можем отыскать площадь его. Площадь у нас равняется 1, 2, да, произведение катетов, то есть х на 4. Ну, и получаем мы сколько? 2х или 2 умножить на 8 третьих, получается 16 третьих. Нашли, слава богу. Теперь давайте рассматривать парочку других треугольников. Ну, давайте, во-первых, рассматривать, какие же мы тут треугольники возьмем. Хм, интересно. Ну, давайте возьмем вот этот, например, треугольник. Так. И какой же еще взять? И вот этот большой возьмем. Вот этот. Будете удивлены, но эти треугольники тоже подобны. Ну, опять-таки, не хотелось бы рассказывать почему, но вот этот вот угол у них одинаковый, и эти стороны, в общем, параллельны, и, в общем, додумайтесь сами, я думаю. Итак, опять составляем соотношение. У нас вот эта вот сторона Y относится точно так же, ну, относится к вот этой стороне, точно так же, как вот эта, к вот этой. Так, так. Поэтому пишу Y относится к шести, вот эта сторона, вот эта, вот эта, это шесть, да, относится точно так же, как четыре, вот эта сторона, к десяти. К десяти, потому что четыре плюс шесть, это как раз десять. Ну, и отсюда, что мы можем отскать? Что Y у нас равняется двенадцать пятых. Я тут кое-что буду делать в уме. Ну, следовательно, мы можем отскать площадь нашего вот этого оранжевого, то, что я обводил оранжевым, треугольничком, потому что мы знаем Y отыскали. И, значит, площадь у нас будет равна одна вторая, опять, при издении катетов умножить на четыре, умножить на Y. Соответственно, это будет 2Y, и это будет 24 пятых. Это прям супер. Ну, и возьму другой фломастер даже, чтобы не смущать никого. Посмотрим. У нас сумма вот этих площадей, голубой и оранжевой, будет равняться 16 третьих плюс 24 пятых. Если мы сейчас тут все, в общем, сложим, сделайте это сами, то мы получим 10 целых две пятых. Я почему не расписываю все подробно, потому что, видите, просто место заканчивается. Я бы, конечно, расписал вам. Ну, и, собственно, площадь нашего квадрата, вот этого, стороной 4 на 4, 16, разумеется. А площадь нашей искомой фигуры, четырехугольника нашего, будет равна площадь квадрата 16 минус площади вот этих вот двух треугольников, мы их уже отыскали. Вот она. Минус 10 целых 2 пятнадцатых. И получаем мы ответ. Сколько? Посчитали вы мне? 5 целых 13 пятнадцатых. Кажется так. Кажется, я не ошибся нигде. Собственно, такая вот задачка. Очень интересная. Она не тянет на школьный уровень. Ну, тут надо подумать. Так, логически. Включить, в общем, голову. Ставим лайк. Даем своим детям, когда они будут проходить тему подобных треугольников. Потому что, как видите, тут вот, кроме подобных треугольников, площади треугольника и площади квадрата нет больше ничего. Никаких заумных теорем. Просто включаем голову. Все. Подписываемся на канал. Ставим лайк.